Холодность, равнодушие, отстраненность, нежелание идти на контакт, категоричность, самонадеянность, расчетливость, откровенное пренебрежение к чувствам окружающих. Кто этот человек? Хладнокровный убийца, циничный политик, чисто любивая глава огромной корпорации? Нет, это 15-летняя девочка, которая больше всех на свете хотела остаться одна, но влюбила в себя многих. Абсолютный рекорд за всю историю Netflix. Только в первую неделю почти 350 миллионов часов просмотров. И даже если вы вообще не в курсе, что происходит, вы точно видели это. Тикток по хэштегу Уэнстей показывает миллиардную статистику. А Румыния, где снимали сериал, отметила рост турпотока на 55%. Видел такое? Что это вообще? Что такого в личности Уэнстей Адамс так привлекает? Отстраненная, закрытая, холодная, казалось бы, должна отталкивать, но производит совершенно обратный эффект. Если посмотреть на Уэнстей вне фона, кажется она будто персонаж черно-белого немого кино, немногословно и графично. Для нее нет полутонов, либо черная, либо белая. Но несмотря на свою категоричность, зрителям нравится Уэнстей. Миллионы людей примерили на себя ее строгий образ тиктоки, им ей хочется подражать. Героиня привлекательная, талантливая, целеустремленная, пусть и не сразу, но добивается своих целей. Нужно поговорить. Как ты вошла? Сегодня поговорим о внутреннем эмоциональном разрыве. Как живется людям, которые не способны понять собственные чувства и желают одолиться от других. Почему это происходит? Как живется тем, кто окажется рядом с ними? Что будет, если намеренно избегать контактов с людьми? В процессе разбора мне не удастся избежать спойлеров, поэтому будьте осторожны те, кто не смотрел. Сейчас, как никогда, нам нужно больше запаса жизненных сил и энергии. Мы тратим слишком много ресурсов на работу, обучение и развитие. И часто этого ресурса не хватает на личную жизнь. Возможно, сейчас вам нужно подготовиться к учебе или создать какой-то проект, принять важное решение или успешно пройти стажировку на новой работе. Это все может вызывать стресс. Но, а чтобы вам было проще справляться с подобными ситуациями, могу посоветовать то, чем пользуюсь сам уже давно. Это Mind Booster. Ноотропный комплекс для повышения стрессоустойчивости, концентрации и работоспособности. Всего в составе 10 органических ингредиентов. Главная особенность формулы – ее универсальности. Одна половина ингредиентов действует быстро и снимает усталость, поднимает реакцию внимания, уравновешивает нервную систему и повышает стрессоустойчивость. А другая накопительна. Она дает дополнительно топливу мозгу и нервной системе, чтобы они работали долго и продуктивно. Также улучшает память и способность к обучению новому. Бывало, я использовал этот комплекс, когда срочно требуется выполнить большое количество задач. Отложить их не предоставляется возможным. Он хорошо помогает мне сосредоточиться на важном и не отвлекаться в процессе. Есть ощущения, словно даже мотивируют на то, чтобы побыстрее все закончить и приступить к активному отдыху. Ведь на него скрываются силы даже после тяжелого дня. Но здесь важно понимать, что основной эффект у бустера раскрывается полностью только в течение полного курса. Это 3-6 недель применения. Ведь этот комплекс не заставляет вас работать из последних сил и не отключает рецепторы усталости. Он именно по-настоящему дает дополнительное топливо. В общем, сделать можете больше, но при этом уставать меньше. На данный момент у меня большая загруженность, поэтому я принимаю именно Майндбустер. А вообще у производителя даже есть целая антистресс линейка с мощным комплексом для сна. Слипдип во главе. Так что каждый может подобрать для себя идеальное решение, исходя из своих потребностей. Продается Майндбустер. Кстати, много где имеет. Много положительных отзывов, что говорит о качестве. Но выгоднее всего брать капсулы продуктивности прямо на сайте производителя vivaherb.ru. А по промокоду MENTAL вы получите скидку 10% сверху. Действует на весь ассортимент Lotharia Labs. Ссылку на этот продукт я добавлю в описании под видео. Давайте вспомним, кто такие Адамсы и как все начиналось. Это важный контекст для понимания главной героини сериала. Впервые мрачная семейка с необычными предпочтениями появилась на странице журнала New Yorker в 1932 году. Но буквально с первой публикации на Адамсов обрушилась бешеная популярность. Изначально это была пародия на классическую, только возникшую как явление, нуклеарную семью. То есть семью, состоящую только из родителей и одного, максимум двух детей. Теперь за воспитанием детей в ответе только мама и папа. Конечно, новое поколение молодых значительно отличалось от предыдущих, воспитанных бабушками и дедушками. Большой традиционной семье в окружении братьев и сестер. С одной стороны, в нуклеарной семье к чувствам и эмоциям детей проявляют больше внимания. Мы учим Уэнсдэ высказывать свое мнение, и иногда ее острый язык глубоко ранит. С другой стороны, родители часто заняты работой. При стандартном раскладе с утра до вечера взрослые находятся вне дома и семьи. Помимо этого, в современном мире изменилось отношение к родительству. Пары больше не отказываются от личной жизни в пользу детей и хотят сохранить эмоциональный контакт между собой. Детей воспитывают школа и няни, а значит, между детьми и родителями образуется эмоциональная пропасть. Меня от вас тошнит. Родители учат детей быть внимательными к себе, эмоциональными и эмпатичными. Но задав эти высокие стандарты чувственности, не дают им достаточного тепла и любви. И это противоречие и есть основа для дальнейших психологических травм. Представьте среднестатистическую семью, полную благополучию и, возможно, средний класс. В ней подрастает девочка лет 15. Внимательные родители, хорошая школа, репетиторы, карманные деньги на развлечения, любимая собака, отпуск дважды в год и так далее. Но девочка в депрессии, несчастная, одинока, и родители не могут найти к ней подход. Ее ничто не радует, она не готова быть ближе с родными и делиться тем, что у нее внутри. При этом внешняя семья выглядит совершенно идеальной. Кажется, эта схема знакома многим. Адамсы максимально нетипичны по форме. Мрачные, странные, даже жутковатые. Но вместе с тем абсолютно характерны по сути. Их семья похожа на любую среднестатистическую семью со стандартным набором проблем и противоречий. Российскую или зарубежную. Мам, не позорься. И это нечестно по отношению к нему. Мам, не позорься. Бесспорно, в реальной жизни и в разных семьях бывают разные нюансы. Каждая, как известно, несчастна по-своему. Но одиночество сначала в семье, а потом в коллективе, в школе, в университете, на работе – это действительно частая проблема современного общества. Об этом в исследовании россиян и москвичей, в частности, пишет профессор Бирменского университета Кристофер Сводер. При этом сам семейный статус тоже может стать причиной одиночества. Человек спешит с работы домой, лишая себя других социальных контактов. Нетрудно прийти к выводу, что одиночество постерегает нас буквально везде. По данным различных исследований, постоянно или время от времени. При этом, чем старше человек, тем одиночество ощущается острее. Ну и среди молодых людей это тоже частая проблема. Онлайн-общение, например, не может стать полноценной заменой живого общения. Отсутствие единомышленников, отдаленный район проживания или экономический фактор. Личная картина одиночества складывается из разных пазлов. То, что отстранено Уэнсдей, появилось именно в такой семье – не случайно. Внешне идеальные Адамсы совершенно не чувствуют свою дочь. Они уличены собой, их забота проявляется в обеспечении физического благополучия. Уэнсдей опрятна, здорова, хорошо образована. Но все ее умения и заслуги она приобрела благодаря другим взрослым. Но никогда благодаря родителям, на что она постоянно указывает. И где ты научилась такому кунг-фу? Дядя научил. Он пять лет провел в тибетском монастыре. Эмоционально Адамсы совершенно не включены в процесс воспитания ребенка. Поговорим о том, как вам живется без Уэнсдей. Мартиша, Гомес, как вы справляетесь? Мы тоже скучаем. И это пытка. К счастью, дыба моего брата вмещает двоих. Совместная растяжка проявляет в людях лучшие качества. Кериде миа. Даже на семейной терапии, на которую Адамсы пришли ради дочери, они буквально в первые минуты разговора снова отвлекаются друг на друга. Совершенно не замечая ее присутствия. Хватит! Кажется, эта сцена и есть модель их семьи в миниатюре. Совершенно неудивительно, что угрюма одинокая, презрительная Уэнсдей появилась именно у таких родителей. Она не доверяет маме и не идет к ней за советом. Когда у Уэнсдей начинаются видения. Жаль, что ты мне не сказала, что не чувствовала, что можешь поделиться. Интуитивно Уэнсдей чувствует, в чем проблема. Больше всего в родителях ее раздражает именно бурное проявление чувств. У шакалов больше самоконтроля, чем у вас. Вы слабы и не выживете в тюрьме. Чувство для Уэнсдей – слабость, уязвимое место. Всеми силами она старается избегать эмоционального контакта. Именно поэтому отстраняется и от своей семьи, и от других людей. Я не ты. Я никогда не полюблю, не заведу семью и не стану домохозяйкой. И даже от самой себя она отказывается от собственных чувств, делая ставку на логику, опыт и знания. Она уверена, что ее рациональное начало защитит ее от потрясений и боли. Именно поэтому она так дистанцируется от окружающих. Нет привязанности, нет разочарований. Я подобно острову, укрепленному и окруженному акулами. Обычно к такому желанию закрыться и не испытывать эмоции привозит психологическая травма. В сериале Уэнсдей рассказывает свою историю. Когда ей было шесть лет, компания проходивших мимо ребят убили ее скорпиона. Уэнсдей любила его. Он был ее домашним животным. Вполне понятный выбор, учитывая эстетику сериала. Отдельно стоит отметить, что самый тяжелый момент у Уэнсдей была одна. Я выплакала все свое черное сердце. Но слезы ничем не помогли. И я поклялась не плакать. Мы не можем избежать негативных событий в жизни. Со своими негативными эмоциями взрослые, как правило, умеют справляться самостоятельно, так или иначе. У них для этого накоплен определенный опыт. Но в случае с ребенком именно родители помогают прожить их. Ему самому в силу возраста это недоступно. Этот процесс называется контейнирование. Впервые этот термин употребил британский психотерапевт Уилфред Бион. Родитель, как контейнер, собирается и помогает переварить сложные эмоции ребенка. Тот же прием используют психологи и психотерапевты во время сессии уже со взрослыми людьми. Его же можно использовать и в обычной жизни, если рядом с вами человек, который нуждается в поддержке. Уэнсдей никто этих слов не сказал. Не в состоянии пережить сильные негативные эмоции, она отказывается от них, загоняя их в бессознательное. Потом это входит в привычку. Ты про эмодзи? С их помощью люди выражают эмоции, если ты знаешь, что это такое. Уэнсдей боится пораниться, боится быть отвергнутой. Поэтому отрицает свои чувства. Эмоции, как легкий наркотик. Дальше пойдут чувства, они вызывают слезы, а я не плачу. Уэнсдей привыкла не замечать, что у нее внутри. Однако умеет высказывать свое мнение. Даже прозвучавшая фраза «смелая и категоричная» говорит о ней как о человеке, способном к саморефлексии. Мы часто слышим от Уэнсдей то, что она переживает прямо сейчас. Но она приходит к этому скорее путем логических рассуждений. Когда отец, Гомес Адамс, рассказывает в красках страшную и душесчипательную семейную драму вместо сочувствия и попыток утешить, Уэнсдей выдает роботизированное канцелярское... Если говорить объективно, звучит вполне правдоподобно. Или вот, признание, что приготовленный на день рождения Уэнсдей сюрприз, который она фактически проигнорировала, был не так уж и плохо. Я думала о моей апатичной реакции на твою вечеринку-сюрприз. И должна признать, я сожалею, что не выразила благодарность лучше. Здесь есть намек на чувство, хотя по стилю заявления больше похоже на ежеквартальный отчет. Однако это лишь необходимость, следование правилам. Если живешь среди людей, тебе иногда приходится делиться тем, что внутри. Это часть коммуникации. Это правильно выученный урок по работе с эмоциями. Уэнсдей хорошо образована и настойчива. Она научилась догадываться о собственных чувствах и давать им верные имена. Но не умеет правильно прожить эти эмоции. Ей удалось владеть лишь техникой этого процесса. То, что действительно происходит в ее душе, загадка даже для нее самой. И лишь когда искренние эмоции прорываются наружу, мы видим истинный Уэнсдей. Но это пугает ее саму настолько, что она буквально лишается дара речи. Готов ли ты рассмотреть возможность пойти на бал с некой... Пойдешь со мной на бал? В русской культуре, например, принято скрывать то, что внутри. И демонстрация состраданий, симпатий, привязанности может считаться слабостью. Это принято считать частью менталитета. Угурюмость – черта нации. Это же сразу бросается иностранцам в глаза. Но это искусственно созданный стереотип. В последние десятилетия в России и во всем мире наметился другой тренд. Эпоха постмодерна с ее цинизмом и нигилизмом во главе сменилась метамодерным с противоположными ценностями. Старые добрые чувства, радость, любовь, доверие, принятие – теперь достоинство, а не достаток. Культурологи и социологи называют это новой искренностью. Чувственные натуры буквально вошли в моду. Философы и социологи объясняют это тем, что за предыдущий 20 век люди соскучились по тому, чтобы быть людьми. Свою эмоциональность и гиперэмпатичность ты воспринимаешь как недостаток или как преимущество? Да, это козырь мой вообще. Нахуй, идите. Бесчувственные мрази, блядь. Закрываясь от негативных эмоций и не давая себе прожить нежелательный опыт полноценным, в попытке уберечь тебя от боли и страданий мы лишаем себе и радости. Радости общения в том числе. Это дар, так жить, так чувствовать, так все это воспринимать. Да, здесь бывает больно, но зато я могу вот это вот, я могу всю эту жизнь в себя впитать, впустить. Одна из главных причин, почему мы вступаем в коммуникацию, это обмен эмоциями. Если человек глух по отношению к чувствам другого, с ним сложно наладить контакт. Уэнсдэй всеми силами пытается оттолкнуть от себя окружающих людей. Для этого она использует всевозможные инструменты. Скамерия, надменность, категоричность, холодность, агрессию. Тем не менее, окружающих тянет к ней. Соседка готова стать ее подругой, несмотря на отсутствие взаимности. Ты газель, я хромой детеныш. Оставь меня, беги к ним. Уэнсдэй появляются сразу два поклонника. Оба претендуют на ее холодное сердце. Почему же так происходит? Во-первых, не будем забывать, что это выдуманная реальность. В жизни человек с таким обилем отталкивающих качеств едва ли станет привлекательным для окружающих. Представьте коллегу по работе, вечно угрюмого, недовольного, необщительного, который на любую попытку пообщаться отвечает колкостью или саркастической шуткой. Но вы, скорее всего, обратитесь за помощью к более открытому человеку, реакции которого будут предсказуемыми и неотталкивающими. В сериале отталкивающие черты Уэнсдэй преподносится как некая загадочность, таинственность, что бесспорно влечет. Особенно на фоне многих талантов Уэнсдэй. И, конечно, привлекательная внешность самой актрисы служит той же цели. На пропорциональное яркое лицо Уэнсдэй просто приятно смотреть. Если сравнивать Жену Артегу в реальной жизни вне образа и ее амплуа в сериале, мы видим, как она преображается, когда демонстрируют положительные эмоции. Ну вот представьте, у кого из двух девушек вам захотелось бы спросить, который час или пригласить на кофе. Увидеть настоящую Уэнсдэй удается далеко не всем. Большинству доступна лишь холодная неприступная маска. Причем в сериале это показано довольно буквально. На фарфоровом лице героини мы почти не видим никаких эмоций. Тебя вообще хоть кто-нибудь волнует, Уэнсдэй? И этот внутренний эмоциональный разрыв сказывается на отношениях с окружающими. Схема проста. Если ты не можешь понять себя, как ты поймешь других? Для этого как минимум нужен опыт взаимодействия с самим собой. Не понимаю, почему ты обиделся. В этом-то и проблема. Я не могу прочитать твою эмоциональную азбуку Морзе. Для Уэнсдэй чувство – тоже код, который она пытается разгадать, осмыслить. Азбука Морзе – набор знаков. Однако в жизни все работает немного сложнее. Часть информации, поступающая в наш мозг, обрабатывается автоматически при участии нашего эмпирического опыта. Нам легко понять, что человек зол, например, потому что мы много раз до этого видели разозленных людей. Нам не нужно пропускать через сознание, думать, долго анализировать и расшифровывать некую эмоциональную азбуку Морзе. Что пытается сделать Уэнсдэй? Обладая достаточным количеством полученной ранее информации, наш мозг делает правильные выводы без нашего участия в знакомых ситуациях. Если мы намеренно избегаем чего-то, например, проявление эмоций, как это делает Уэнсдэй, мы лишаем себя возможности накапливать эту информацию и получать соответствующий опыт. В этом случае человеку трудно сделать правильный вывод. У него недостаточно вводных для этого. Лиза Фельдман Барретт, автор книги «Как рождаются эмоции», показывает этот механизм наглядно с помощью эксперимента. Для начала нам предлагают рассмотреть вот такую абстрактную картинку и попытаться угадать, что на ней изображено. Если наш мозг не встречался ни с чем подобным до этого, ему будет сложно сделать правильный вывод. Вот посмотрите на эту картинку и попробуйте понять, что на ней изображено. А теперь посмотрите на оригинальное изображение. Если вы вновь вернетесь к первой картинке, абстрактные пятна теперь соединятся в знакомый образ. Если бы на картинке был спрятан Микки Маус, например, вы бы справились это и без подсказки. Это наглядный пример того, как наш мозг использует полученный опыт и обрабатывает знакомую информацию автоматически. Возвращаясь к первой картинке, вы не пытаетесь вычислить, где у шмеля крылья, а где лапки, чтобы понять, что это шмель. Вы сразу видите его. Уэнсдей лишила себя чувственного опыта, поэтому ей трудно понять, какие эмоции испытывает другой человек и как правильно реагировать в той или иной ситуации. Поэтому с ней и трудно взаимодействовать. Я очень сильно старалась быть тебе подругой. Я шла навстречу. Я думала о твоих чувствах. Говорила, знаю, у нее вид маньячки, но она просто стеснительная. Я тебя не просила. Тебе не пришлось, ведь это и есть дружба. Друзей не нужно просить. То, что ты этого не знаешь, говорит обо всем. Вероятно, Уэнсдей непросто предсказать, какой она получит ответ на свои действия. Она не понимает, что может обидеть или разозлить, что может разочаровать или расстроить собеседника. Для нее цель важнее дружбы и внутренних переживаний. Она не привыкла считаться с чужими чувствами, как не привыкла считаться и со своими. Ты готова использовать любого, даже подвергая человека опасности. Мы могли погибнуть из-за твоей одержимости. Но мы выжили. И я на шаг ближе к раскрытию этого дела. Уэнсдей действительно не задумываясь, использует людей. Она не понимает, что ее действия могут оттолкнуть от нее самых близких. А еще не понимает, насколько это может быть больно. Она просто забыла, как это находить, а потом терять. Потому что очень долго была одна. Этой сцене предшествует целая схема, которую придумывает и осуществляет главная героиня. Сначала она зовет поклонника на свидание. В этот же момент приглашает подругу навстречу только ты и я. Для всех истинная цель происходящего становится большим сюрпризом. Я думал, это свидание. Я думал, это девичник. Планы изменились. Для Уэнсдей тоже большой сюрприз, что внезапная поездка в заброшенный замок с чудовищем внутри вопреки договоренностям могла доставить кому-то неудобства. Уэнсдей просто недооценила серьезность последствий для нее самой, для ее чувств. Она привыкла быть одна и потерять вновь переобретенных друзей. И для нее это не казалось проблемой. Но она сама не заметила, как эти люди стали ей дороги. И они, тоже понимая, что сблизились с главной героиней, явно не ожидали от нее такого пренебрежения к себе, что и привело к конфликтной ситуации. Уэнсдей, что ты творишь? Ты в порядке? Вот тебе не плевать. Выходит, прятаться под маской безразличия можно только до определенного момента. Узнав, что такое дружба и близость, Уэнсдей больше не хочет одиночества и сама проявляет инициативу. Но в ее первоначальной стратегии «всегда быть одной» есть и еще существенный недостаток. Отказавшись от общения с людьми, Уэнсдей лишила себе жизненного опыта. В его отсутствии мы не способны делать правильные выводы и неизбежно совершаем ошибки. Первый парень, которого я поцеловала, псих, убийца и монстр. Знаешь, в чем твоя проблема? Ты не знаешь, кто тебе друг. Перелом случается, когда Уэнсдей сталкивается с последствиями своей стратегии в коммуникации с окружающими. Ее все бросают, она остается одна. Хочешь одиночества, Уэнсдей? Будь одна. Сначала так поступает подруга, а потом и парень, который так хотел быть с ней ближе. Я тебе нравлюсь. С какой стати? В эти моменты мы едва ли не впервые видим эмоции на лице главной героини. Одно дело быть одинокой, когда того захотела сама. И совсем другое, когда ты этого не выбираешь. Я верила, что полагаться на других – признак слабости. Что это неизбежно приведет к разочарованию. А оказывается, разочарование – это я. Так Уэнсдей проживает травму, отвержение. Холодность и отчужденность – типичные черты людей, прошедших через подобный опыт. Она так боялась довериться, чтобы вновь не ощутить боли. Но как бы ни старалась ей избежать, все равно встретилась с ней. Только уже по своей вине. И следом столкнулась с другим своим страхом и другой своей болью. Потерей. Помните историю со Скорпионом? Уэнсдей проживает те же чувства с другим своим любимцем. Вещи. Нет, не умер. Вещь. Если ты слышишь, если умрешь, я убью тебя. Это единственный момент за все восемь серий, где мы видим искренние слезы Уэнсдей. Она заново проживает самые большие страхи детства. И это проживание становится для нее терапевтическим. Но ей, конечно, сложно признаться в этом. Неужели Уэнсдей Адамс смягчается? Никогда. Скорее эволюционирую. Она меняется и буквально исцеляется, впуская в свою жизнь новое, неизвестное, страшное и опасное для нее. Но она сама понимает, что стала другой, хоть и держит оборону до последнего. Признай, ей удалось пробудить в тебе искру тепла. Не переживай. Лишь крошечную искру. Она едва заметна обычному глазу. Но я ее заметила. Но вместе с этим приходит и счастье. Оказывается, закрываясь от боли, мы закрываемся и от счастья. Потому что одно без другого не существует. За восемь серий Уэнсдей проживает свою драматургическую арку. Встречается с самыми сложными переживаниями детства. Через страх, боль, ошибки она получает новый опыт. Делает открытие. Приобретает нетипичные для себя черты и выходит на новый уровень. Ее жизнь не будет прежней. Изменилась она и изменился мир вокруг. И Уэнсдей готова к знакомству с этим миром. Вчерашний враг улыбается. Янка, спасибо тебе. У нас впереди турнир по фехтованию. Пусть убийство пилигрима не вскружит тебе голову. Рядом подруга, которую приглашают в гости. Хотя еще вчера Уэнсдей была уверена, что друзья – это лишний балласт. Гарантирую тебе туман и морость каждый день. Звучит заманчиво. А в ее руке оказывается мобильный телефон. Вначале Уэнсдей заявляла, что не станет рабом технологий. Это подарок, который она принимает от парня, и он к ней явно неравнодушен. Какой мы впервые увидели Уэнсдей. Нелюдимый, закрытый, замкнутый. Местами агрессивный и резкий. Неспособный понять себя и окружающих. Из-за перенесенных травм она сознательно отказалась от взаимодействия с внешним миром. Закрыла себе и заморозила свои чувства. Контакт с самой собой тоже был нарушен. И казалось, что так проще. Заморозка действовала, как наркоз. На какое-то время это помогло не чувствовать боль внутри. Но действие даже самого сильного лекарства рано или поздно проходит. Уэнсдей вновь переживает сложные потрясения детства. Страх отвержения, когда ее друзья отвернулись, не выдержив равнодушие. И страх потери. В данном случае любимого существа. В самом начале Уэнсдей была уверена, что одиночество – ее преимущество. Что близкие делают ее слабой и уязвимой. Но именно при самом близком контакте с ней случается самое важное озарение. Да, здесь это образ, преувеличение в духи эстетики сериала. Видение Уэнсдей – это метафора чувственного мира. И он врывается в нее, как только она сама допускает это. Мысли, которые доносят до нас создатели сериала, прозрачны. Сближение с людьми, формирование привязанностей, социализация делает нас сильнее, а не слабее. Только через взаимодействие с другими мы получаем бесценный опыт, который помогает нам ориентироваться в жизни, разбираться в людях, принимать верные решения и реализовываться как личность. Чем больше мы общаемся, тем больше узнаем о реакциях окружающих, чувствах и мыслях. И тем эффективнее можем проявлять себя в социуме. Если человек не может полноценно общаться, его собеседникам это доставляет не меньше проблем. Коммуникация – это обоюдный процесс. Если один нарушает правила, другой тоже чувствует себя дезориентированным. Но ты все равно капец странная. Попытки построить отношения с таким человеком тоже неизбежно приводят к разочарованию. Он будет компенсировать свои травмы за счет другого. Ты разрушила мою жизнь. Я пытался быть твоим другом. Смотри, к чему это привело. Когда ты вмешиваешься, страдают люди. Ты токсичная. Ты делаешь только хуже. Уэнсди и сама все это прекрасно знает. Более того, это часть ее плана. Ведь ей хорошо известно, что там, где привязанность, там неизбежно разочарование и боль. Так подсказывает ей ее детский опыт. Поэтому она сама построила вокруг себя неприступную стену. Но тот, кто решился пробиться сквозь стену равнодушия и безразличия, узнает настоящую Уэнсди, преданную своим убеждениям, стойкую и честную. Я восхищаюсь твоей способностью быть самой собой и доверять инстинктам. Но это также делает тебя нетерпеливой и импульсивной. Бесконечно подавлять эмоции не получится. Рано или поздно произойдет срыв. Умение управлять своими эмоциями – тоже навык, который развивается и часто приходит с опытом. Если, конечно, это не клинический случай. Столкнувшись со стрессовой ситуацией, наш организм предпочитает избегать этой опасности, нежели искать решения. И в ситуациях, которые угрожают жизни, реакция бегства действительно правильное решение. Но если рассматривать через призму межличностных отношений, то это делает только хуже для организма и будущих отношений. Организму проще найти выход эмоциям через ситуации, которые не будут провоцировать еще один конфликт с человеком. Так поступала и главная героиня, и итог такого поведения мы уже увидели на примере разбора сериала. Возможно, ты удивишься, но мир не вращается вокруг тебя. У Энсдей появился шанс стать другой. Правда, в жизни все сложнее, чем в кино, и изменяться, просто прожив похожий опыт, не всегда получится. У Энсдей прошла через боль, но вместе с этим оттаяли и другие чувства – любовь, доброта, сострадание. Только переживая весь спектр эмоций, мы можем чувствовать себя живыми. Но главное – изменившись, Энсдей не изменила себя, осталась честной, смелой, верной своим идеалам и принципам. И ей повезло встретить людей, которые разглядели в ней эти черты и дали тот самый шанс. Понятно, что сериал Энсдей – художественное произведение, которое может показаться чем-то посредственным. Сериал соблюдает определенные правила, чтобы это смотрелось интересно и увлекательно. Однако для нас это хорошая возможность на примере известного сериала заглянуть чуть глубже в его смысл, расширить грань и посмотреть совершенно по другим углам, как работает взаимодействие с людьми, куда может привести отчуждение и закрытость. Ведь из сериала найдется зритель, который невольно будет перенимать модель поведения главной героини благодаря той привлекательности и успешности, что транслирует персонаж. При этом игнорируя то, что за ним стоит на самом деле. А на этом у меня все. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в дорогах и быть на шаг впереди. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова